Плюс 100 новых кватер для могилевчан. Шмат поверховка, которую побудовали с техника экономичной допомогой Китайской Народной Республики, уведена у эксплуатации в Могилеве в микрорайоне Казимировка. Таким чином у Могилевской области завершаются другие проекты будовництва социальных жилья в Беларуси. По вынику квадратные метры в области отримали 287 евро. Наши окна находятся на третьем этаже. Спальня, спальня и балкон. И с балкона вход или выход на кухню. Ждете, чтобы въехать? Конечно. С нетерпением ждем. Дмитрий Ганаков – один из новоселов яркой пяти поверховки. До этого тулились о паренных кватерах. Теперь при допомозе державы и программы КНР кватерное питание для его семьи вырошено. Район молодой, я вижу, здесь строится школа, сады замечательные, хорошая, развитая инфраструктура. Рядом лес, место, площадки. Все замечательно. Кватеры светлые и просторные, целиком готовы для того, как перевозить сюда и меблю, обживаться и будовать новые планы. Квадратные метры призначены для тех, кто мая особливую потребу у патрымцы. Шмадетные семьи, те, кто выховывает детей инвалидов, дети-сироты. В Могилеве построено два дома, второй, второго этапа на 220 квартир. До этого по первому этапу мы построили 120-квартирный жилой дом. Соответственно, 340 семей за последние два года улучшили свои жилищные условия путем предоставления социального жилья. Тягом другого этапа проекта с техника экономичной допомогой Китайской Народной Республики у Беларуси будет побудована 22 дома. Наша область стала третьей по лику, где другие этапы завершены. Один дом заявился у Крышеве и два – у Могилеве. У межах концепции один пояс, один шлях. Мы пошираем сферы супрационничества с Республикой Беларусь. Гэтый социальный жилый дом – наш подарунок вашим добрым людям. Я сподяюсь, я не полепшить умовы для своего життя. Проект будовництва социального жиля у Беларуси на Могилёшчине реализуется с 2017 года. Отповедно с погоднением у Рады у Дзьбух держав, будто уля социальных домов протягнется. Крыстина Каранкевич, Виталь Аляксеенко, Новины региона.